Всем привет, меня зовут Катерина, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы посетим один из самых красивых городов Швейцарии, о котором вы, скорее всего, никогда не слышали, Шафхаузен. Вы увидите великолепный вид на город из городской крепости, я вам расскажу о IWC, это производитель роскошных часов, который, кстати, базируется здесь, в Шафхаузене. Также покажу сотни акрерных окон, это вот такие полуокна, полубалконы. Также сами здания, многие из них считаются национальным достоянием Швейцарии. Но если вы путешествуете на поезде, как и мы, то вы неизбежно проедете через Ринские водопады. Это самые мощные водопады в Европе, они находятся всего в нескольких остановках от центра города, поэтому я определенно рекомендую вам их посетить. Старый город Шафхаузен считается одним из самых красивых в Швейцарии. Благодаря множеству аркерных окон, богатству расписанных фасадов, множеству прекрасных зданий, здесь эпохи Возрождения, они украшены фресками, скульптурами. Более 30 построек здесь считаются национальным наследием Швейцарии. Но вот далеко не многие места могут похвастаться такими цифрами. Шафхаузен – это столица кантона, одноименного Шафхаузен. Это северная Швейцария, она находится на правом берегу реки Рейна и к западу от Боденского озера. Впервые это место было упомянуто в 1045 году. В этом же году документально было подтверждено, что город уже чеканил собственные монеты. То есть город начался значительно раньше, соответственно, городу больше тысячи лет. В старом городе вы найдете очень много прекрасных зданий, гильдий, купеческих домов, многих из которых относятся к готике и барокко. Здесь вы также найдете 171 эркерное окно. Это вот такие, напомню, полуокна, полубалконы. Если смотрели мое видео по Сан-Галло, ну, наверное, помните, что я говорила, что купцы в старые времена показывали свое влияние и богатство строительством вот таких экрерных окон. То есть это был выбор всегда владельца квартиры или дома. То есть изначально здание не имело этих окон, они были встроены позднее. Ну и цель преследовалась одна – показание богатства и влияния владельца этого дома или квартиры. Как вы помните, я уже рассказала про водопады. Сам город обязан своим происхождением именно этим водопадам. Потому что поселение возникло из-за того, что грузоотправителям нужно было где-то разгружать свои товары, избегая водопадов. Ну и впоследствии город стал центром торговли. Ну и сейчас мы подходим к одной из самых важных церквей города – церковь Святого Иоганна. Эта церковь, строительство ее началось в тысячном году, закончилось в XIV веке. И на сегодняшний день это церковь с лучшей акустикой в городе. Город расположен на реке Рейн и недалеко от Боденского озера. В окружении виноградников и холмов. Это очень популярное место для отдыха и вот таких однодневных поездок. Река очень чистая, здесь очень много пляжей, где можно купаться. И совершенно великолепные цвета. Бирюзовый цвет воды и очень красивая зелень у воды. Обязательно прогуляйтесь по набережной реки. Ну а теперь расскажу немного о обещанном IWC. So IWC Schaffhausen – это лидер в производстве часов класса люкс. И началось это все в 1868 году. То есть в чем же связь Schaffhausen с этим брендом? Все началось удивительно в Америке, не в Швейцарии. Американский инженер и часовщик Флорентин Ариосто Джонс в таком очень молодом возрасте 27 лет, когда большинство людей пытались переехать в США, Джонс обрался в Швейцарию, планируя совместить очень выдающееся швейцарское мастерство в производстве современными инженерными технологиями из США. Но, к сожалению, план был лучше на бумаге, чем на практике. К сожалению, не пошел в бизнес. Он, в конце концов, вернулся в Америку. Но семья из Schaffhausen, Rauschenbach, они начали производить часы здесь. И на сегодняшний день IWC – это один из самых знаменитых производителей вот таких роскошных часов. Ну, а теперь, пожалуй, самой важной достопримечательностью города – крепость Мно. Она возвышается над городом Schaffhausen на протяжении уже более 400 лет. В башне находятся сторожа, сторожа Мно, которые звонят в колокол каждый вечер в 9 часов вечера на протяжении 5 минут, говоря тем самым людям, чтобы они запирали двери и готовились к ночи. Для своей же безопасности все должны были закрывать двери на замок. Сама традиция началась в 1589 году. И до сих пор люди здесь верны этой традиции. Но после того, как Schaffhausen присоединился к Швейцарской конфедерации в 1501 году, было желание и необходимость укрепить город вот такой защитой Мно. Крепость строилась на протяжении 25 лет. И, к сожалению, частично использовался рабский труд. Некоторые особенности Мно и его строительство показывают то, что жители Schaffhausen не были заинтересованы в настоящем укреплении города, а гораздо более заинтересованы в впечатляющем здании. В этом смысле они, конечно, преуспели. Но вскоре после завершения очень многие начали сомневаться, что подобная крепость выдержит артиллерийскую атаку. К счастью для Мно и его жителей город был под атакой только один раз, когда французы укрывались в крепости от австрийцев в 1799 году. Но это были просто очень короткие стычки, и впоследствии французы сбежали через реку Рейн, и никакого серьезного ущерба не потерпели ни город, ни крепость. То есть на сегодняшний день можно сказать, что крепость была построена, ну вот, для красоты. Ну, это мое самое любимое место в городе. Это Rosengarten, то есть, ну, сад Рос. Расположен он у входа крепости Мно и занимает площадь около 2000 квадратных метров. В 1981 году он был построен совместно с Швейцарской ассоциацией любителей Рос. Да, есть такое. Спроектировали они его в стиле французского сада эпохи Возрождения. С террасы открывается прекрасный вид на город. Коллекция здесь насчитывает 170 видов роз. Это место одной из самых любимых мест в городе, где жители отмечают важные семейные события. Кстати, вот здесь на съемках видно одно из таких событий. Эта крепость была построена с 1564 года по 1589 по проекту Альбрехта Гюрера. Если вы не совсем устали, обязательно поднимитесь на верхние части крепости. Здесь открывается прекрасный вид на город и на его долины. Весь этот регион очень знаменит своим вином Пино Нуар. Здесь выращиваются очень такие фруктовые виды винограда, из которых делают Спино Нуар. Местные виноделы приглашают вас посетить виноградники. Они рассказывают там, как они выращивают виноград, как делают вино. Очень много вина можно попробовать, но не перепробуйте. Сразу предупреждаю, очень легко перепробовать. Здесь также есть знаменитый такой праздник. Это осенние воскресенья Шофхаузена. Они отмечаются в сентябре и в октябре. Фонтанные здания празднично украшены. И винодельники. Здесь вставляют свои вина. Очень-таки уютные винные таверны, в которых можно попробовать большое количество прекрасного вина. Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь открывается вид на одну из самых главных церквей города. Это Мюнстер Шофхаузен. Впервые этот Мюнстер был построен в 1064 году, как романская базилика. Мюнстер Шофхаузен. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Город меня очень впечатлил своей красотой и фактом того, что я о нем никогда не слышала Поэтому, собственно, решила сделать видео, чтобы вы об этом городе узнали И обязательно, может быть, если будет возможность, его посетили Город действительно достоин внимания И если будет возможность, обязательно съездите А на этом все, что я хотела вам рассказать о городе Надеюсь, что вам понравилось Поставьте лайк, пожалуйста, любому контент-креатеру Это как бальзам на сердце Ну и подпишитесь, может быть, если нравится подобный контент Спасибо за внимание и до скорых встреч!